РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! На Авторадио совместный проект Российского Футбольного Союза, РФС и Газпромбанка. Программа о том, как вырастить чемпиона, как воспитать героя спорта, как дать своему ребенку возможность раскрыться с самой сильной стороны и научить его быть целеустремленным, устойчивым к поражениям и готовым к победам. Обо всем этом знает самый дорогой для любого спортсмена человек. Тот, кто подарил жизнь. Тот, кто через терния, держа за руку, привел на пьедестал. Это мама. Мама знает все. Так называется наша программа. Мы ее ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. В каждой нашей программе в центре внимания один герой. Один из успешных спортсменов, достойно представляющих Россию на стартах самого разного уровня. А в студии с нами мама, которая знает, как ее ребенок пришел к победе и чего ему это стоило. Сегодня с огромным удовольствием представляем вам Луизу Жамаледдинову, маму Рефата Жамаледдинова, игрока сборной России и футбольного клуба «Локомотив», победителя юношеского чемпионата Европы Ю-17. Здравствуйте. Где сейчас сын? Сын сейчас на тренировке. Понятно. Как часто вы с ним видитесь вообще? Ну, практически каждый день. Отлично. Но он вообще отдельно от вас живет? Да, да. Вот, наверное, уже как год. Мы близко живем, поэтому проблема... Не сильно чувствуется, да, вот это? Нет, нет. Это хорошо. Привыкли уже к его разъездам или каждый раз, как вот первый раз? Вы знаете, сейчас, наверное, конечно, уже чуть-чуть поспокойнее стало, но первое время, конечно, и плакали, и ночами не спали. Вот эти вот перелеты все, мы сидели, смотрели, когда самолет прилетит, приземлится, улетит. Вот это вот, конечно, это очень тяжело. Всего того, что сейчас происходит, вы же не могли предположить, когда только-только отдали его заниматься футболом. Давайте вообще вспоминать это время. Какой это был год, когда Рифат попал в футбол? Ему было пять лет. Так получилось вот, что ни о каком, конечно же, локомотиве мы не думали вообще, о большом, о футболе даже вообще речи не могло идти. А что, что случилось, что сподвигло вас на это? Как-то в пять лет мальчика. Вы знаете, да в принципе, как бы ничего, просто вот мы гуляли по своему району, увидели в отрадном объявление, что набираются мальчики в футбольную секцию. Так. Папа зашел, посмотрел, записал, можно ли, говорит, туда к вам попасть. Нам сказали, приходите завтра. Как раз у нас в то время как бы и маленькая дочка у нас росла в коляске, мы пошли гулять и заодно зашли посмотреться. В этой секции там как раз арендовал помещение локомотив. И да, там тренер Артюков Виктор Федорович, это вот получается первый тренер Рифата. Мы пришли, он нас проверил на скорость, какие-то там движения показал футбольные. На следующий день мы пришли на тренировку, и нам тренер говорит, а мне он понравился. Говорит, в нем что-то есть. Он говорит, будете ездить в локомотив? Мы обалдели, если честно. Но мы сказали, что да, мы попробуем. И вот. У нас, кстати, есть возможность поговорить сейчас с первооткрывателем футболиста Рифата Жамалядинова на связи первый тренер будущего чемпиона Виктор Артюхов. Здравствуйте, Виктор Федорович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Рифат? Как удалось такой конкуренции, какая есть в столичных академиях, именно ему пробиться в основу? Или, возможно, для вас с самого начала было понятно, что это лишь вопрос времени? Нет, с самого начала как раз было непонятно. Я набирал группу начальной подготовки 95-го года рождения, а он 96-го. И когда мне папа сказал, что он 96-го, я так говорю, ну у нас команда, в общем-то, другого возраста, извините. Но он мне сказал, что я пловец, мастер спорта. Ну я так прикинул, думаю, ну что, физические качества уже наверняка наследственные, это заложено. Я говорю, ну оставайтесь. Ну что ребенок, мол, пришел, ему еще 5 лет, еще 6 не исполнил. Что можно было в нем разглядеть? Конечно, ничего. Вот единственное, я по какому критерию взял, это по данным отца. Ну а когда разглядели? Ну через год уже начинал проявляться, хотя он был на год моложе. Начал догорять потихоньку, да? Да, догонять. Ну я первый год, у меня такая схема, что ни с кем не играли, мы с противником, я имею в виду, на только тренировались, готовились. Ну что бы я так рассуждаю, играть, если я еще и ничему их не научил. Ну а потом противники начали, там ЦСКА, Спартак, там другие клубы, начали потихонечку играть. И, ну, Рифату было первое время тяжело попасть в основной состав, потому что он на год моложе, а в этом возрасте сказывается очень разница в возрасте. Это туда под старше все сглаживается, правильно? Я вспоминаю, когда приходил кто-то из новичков, я всегда говорил, так, Рифат, вставай, сейчас проверим его на скорость. Я имел в виду, что он на год моложе, а на его фоне как бежит мальчик, который на год старше. Или, допустим, технические приемы какие-то уже выполняем, останавливаю, говорю, вот, ребят, посмотрите, Рифат на год моложе, он делает лучше ваш. Давайте как-то я их стимулировать как-то надо было. Вот пример его приводил вот в этом. Ну, начал он постепенно, вот у меня там сохранились какие-то съемки, голы начал забивать, начал потихонечку ставить в основной состав. Когда увидел, впервые его на стадион пришел, он играл уже в основном составе. Ну, вот он, когда гол там забил, я вообще, у меня слезы на глазах. Первый раз увидел его вот так вот во взрослом футболе. Вот глядя на Рифата, что вы могли бы посоветовать родителям самих ребят, которые вот сейчас только начинают свой путь? Во-первых, нужно терпение, чтобы ездить. Вот, допустим, он в Отрадном живет, там на локомотив, это родителям, я не знаю, бабушек надо иметь, чтобы на каждую тренировку привозили, это быть надо фанатично преданным этому виду спорта, если ты уж избрал футбол. Иногда на ребята, которые на первом этапе не обращают на себя внимания. Знаете, как бывает, вот отец футболист, он там детственно учил его таким приемом, он выглядит очень прилично. Когда начинают тренировки, с годами все это скрадывается, все это, о физических качествах, допустим, не заложено у этого игрока. Особенно быстроту я вот обращал внимание, на быстроту, потому что если быстро, я его сразу, прям без слова, в команду брал, и уже начинал готовить технически, технику прививать ему. А так вот, конечно, нужно, если физических качеств нет, и быстроты нет, будущего у футболиста нет, конечно. Виктор Федорович, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. У нас на связи был первый тренер будущего чемпиона и заслуженный тренер Российской Федерации Виктор Федорович Артюхов. Мама знает все. Луиза, почему вы поверили тренеру? Вообще, каким, по вашему мнению, должен быть первый спортивный наставник ребенка? Скорее всего, наверное, добрым в том числе. Тренер? Да. Он же должен быть наоборот такой, чтобы собрать спортсмена сразу, будущее вот это. Может быть, я это со своей колокольни сажу, потому что для меня он был совсем, вот, совсем маленький, крошечный. И он к нему относился, знаете, это потом он уже стал таким вот более жестким, твердым, да. А поначалу он к нему относился, знаете, он всегда говорил, даже самый маленький рифатик, он его всегда вот так, знаете, как-то по-доброму, очень-очень приятно вот это вот было. А так рифатик тогда хотя бы слова-то выговаривал все уже или еще по-разному? Нет, выговаривал, только он единственное говорил не физкультуру, а фикустуру, что ли? Вот такого плана, да. Луиза, вот были у вас проблемы с поведением? Ну, всяко было, особенно зимой это вот он не хотел идти, в том плане, что, знаете, у нас еще там такой пустырь был возле дома, когда мы шли на тренировку. Снег, дождь, пурга через этот пустырь. Я ему шапку натягиваю, завязываю, со школы его забираю. Ему вроде и холодно, и голодно, и мы толком и не поели, маленький. И он, мам, я не пойду, мам, ну что? Я говорю, рифат, ты пойми, мы сейчас идем. Снег, мы это преодолеваем, ну, без трудностей. Как, сынок? Я говорю, ну, никак же. Все, я говорю, наверное, все спортсмены что-то должны пройти такое вот через трудности. Тогда только они стали... И вот, вы знаете, вот, может быть, это ему запало так в голову, вот, что он потом, когда так же вот мы шли после школы, он говорит, мам, ну, мы все преодолеем, мам, и эту пургу, и эту... Я говорю, конечно. То есть вот, ну, было такое, конечно. Конечно. А так, чтобы вот он сказал, что нет, я не пойду на тренировку, он мог в школу сказать, что я не пойду, а на тренировку он пойду. А случались моменты, когда вам самое хотелось сдаться? Ну, вот уже все, Тон, вот когда уже не в Моготу. Было, было. Именно вот у меня это было, когда, знаете, какой-то был турнир, не помню, какой турнир. Ну, лет, наверное, семь, восемь, может быть. Тоже почему-то зима. Вот. Вот. И шел турнир, какая-то игра. А Рифат, он всегда был как-то вот на вторых планах. Вот он в запасе всегда был. Ну, может быть, и младший год из-за того, что он младший. Может быть, сыграл как раз тот момент. Может быть, сыграл, может быть. Взрослые чуть скакнули уже там, да. Да, может быть. Но очень мне очень хорошо запомнился этот вот случай. Что-то там не пошло в игре. И тренер зовет со скамейки, говорит, Рифат, иди сюда. Рифат, значит, подбегает. Он с него снимает шапку, там перчатки, ну, соответственно, там куртку. И говорит, сейчас стой, сейчас ты, говорит, выйдешь. А мы тогда на все игры ходили и всегда как бы присутствовали и смотрели. Родителям, ну, как бы это не запрещено было. И игра пошла. И тренер забывает о Рифате. И вот он стоит, как бы там и сопли, и это. И вы знаете, и мне как маме, я уже не смотрю на этот футбол, мне не важен этот счет. Сердце разрывается от того, что вот у меня ребенок стоит голый, как бы, знаете, на морозе. А потом он увидел, что как бы игра заканчивается. Ну, это буквально там за 10 минут, может быть. И он увидел, что Рифат стоит. Он говорит, ах, ты, говорит, Рифат, я забыл совсем, что... Ну, говорит, ничего, сразу как бы на него куртку нацепил. И я понимаю, что... Ну, а что дальше ждать? Ничего как-то у него не получается. Ничего. Вот он на вторых ролях, вот он там выходит на замену. И еще и здесь, получается, в холоде это. И вот мы едем домой на метро. А я еще понимаю, что у меня дочка в садике. Она остается самой последней, мы ее забираем. И мы бежим, сломя голову, нам нужно забрать эту дочь. Ай, мы выбегаем, у меня слезы, у него слезы. Я говорю, все, Рифат, я говорю, больше не будем ходить на футбол. Ты пойдешь на скрипку, в порыве вот этого вот всего. И Рифат сам плачет. Мама, я не пойду на скрипку. Он говорит, мама, я буду ходить, я буду, я все равно буду. Ну, вот так вот у нас вот... Угроза со скрипкой сработала. Ну, да. Давайте тогда вспомним первые приступы гордости. Вот в самом хорошем смысле слова за сына, да. Первые победы, первые награды, первый гонорар, в конце концов. Ну, первую зарплату, наверное, это ему было лет 15. Гордый пришел, вообще вы не представляете какой. А мы-то какие были вообще? А без слов или что-то какая-то речь была произнесена? Ну, знаете, у него, ну, все было на лице написано. То есть, это вот он такой кормилец, знаете, вот это, конечно, не описать вот это вот словами. Мы его прям, конечно, хвалили так, вот, что вот Рифатка, какой ты умница, как это здорово, как это приятно, что ты сам зарабатываешь вот как бы денюжки. Ну, для него это тоже очень было, конечно, показательно. Это программа «Мама знает все» на Авторадио. Проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Хотите знать, как из простого мальчика получается настоящий чемпион? Хотите знать, на что? В связи с этим должны быть готовы вы, родители? Оставайтесь с нами. В студии Луиза Жамалединова, замечательная мама футболиста, игрока сборной России футбольного клуба «Локомотив», победителя юношеского чемпионата Европы Ю-17 Рифата Жамалединова, которого еще в пять лет нарекли пулей на поле, и он полетел из простой районной секции в настоящий спорт. Луиза, расскажите чуть подробнее про учебу Рифата. Даже на заметку тем родителям, которые сейчас отдают детей в спорт, как совмещается среднее образование со спортивными перспективами? Ну, вы знаете, у нас немножечко было, наверное, попроще, потому что в футбольном клубе «Локомотив» у них была своя школа. То есть прямо на территории, где учились только мальчишки-футболисты, да? Да, только мальчишки-футболисты. Это нам очень помогло, потому что это на территории вот этого всего комплекса, на территории стадиона, и учителя шли навстречу. То есть эта школа и создавалась для того, чтобы помочь ребятам, когда там какие-то у них турниры, какие-то игры. Они шли навстречу, их отпускали или не задавали каких-то там уроков, потому что у них там на следующий день игра или там ответственный какой-то матч. Но при этом вся та же самая программа шла, то есть образование давали по полной программе или, знаете, как есть некоторое такое мнение, что главное уже там спорт становится и образование по боку. Нет, 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 образование по полной программе, со всеми оценками, со всеми директорами, и заучами, и экзаменами ЕГЭ, это все как положено. Итак, мы решили вызвать на родительское собрание классного руководителя. У нас в программе «Мама знает все» педагог Рефата, преподаватель английского языка Евгения Вячеславовна Ястреб. Здравствуйте! Здравствуйте, я очень рада вас слышать. Евгения Вячеславовна, одноклубники говорят про Рефата, что вот он очень добрый, отзывчивый, скромный, ну, не самый очевидный портрет молодого футболиста. Как вы считаете, это все влияние родителей или же ему повезло с классами и учителем? Конечно же, это влияние родителей, потому что класс у нас был очень эмоциональный, очень искренний, но совершенно не сдержанный. То есть боевой класс был? Очень боевой, очень. Ну, а Рефат в этом отношении, он был на чьей стороне? На какой? На белой, на черной? Рефат, естественно, он всегда был со своими одноклассниками. Но таких вот ситуаций, когда они становились прям в оппозицию к учителю, таких ситуаций практически не было. Смотрите, спорт и школа. Зачастую взаимоисключающие понятия. Футбол на перемене, справки о пропусках уроков, забытые домашние задания, ну, потому что он спортсмен, ему некогда. А вот каким учеником был Рефат? И что из предметов ему давалось лучше, а что хуже? Вы знаете, Рефат как раз-таки гуманитарий. Все вилологические науки давались ему лучше. Русский, литература, английский. Ну, такие предметы, как общество знаний, история. Мне тоже кажется, что это были его предметы. С учебой проблем практически не было. Во-первых, здесь и родители, которые тоже пытались отслеживать, как он учится. И плюс еще собственное желание. Может, вы дадите совет родителям спортсменов, как заинтересовать учеников, которые и учатся, и занимаются спортом профессионально. Как с их графиком, с их загрузкой справиться с учебной программой. Что можете подсказать? Во-первых, не давить. Не надо их заставлять. Не надо им объяснять долго и упорно, что тебе это понадобится. Ты когда-то будешь играть в каком-нибудь известном футбольном клубе, и с тобой будут разговаривать исключительно по-английски. Такие ситуации были. У меня были такие ученики, которые ко мне приходили и говорили, «Ой, Евгения Вячеславовна, почему я не учила английский, когда была возможность?» Совет только такой. Если есть возможность, вывозите за границу, и пусть они общаются за границей со своими сверстниками. У них прекрасно получается. Как говорится, по бразильской системе, если брать еще, да, из старого советского иеролажа. Если брать футбол, то по бразильской системе, да. Спасибо огромное. Педагог Рифата Жамалединова, преподаватель английского языка Евгения Вячеславовна Ястреб была у нас в программе. Всего доброго. До свидания. Мама знает все. Луиза, расскажите, насколько самостоятельный Рифат? Вот насколько он приспособлен в быту? Именно вот про это. Ну, в быту, знаете, до определенного возраста он не приспособлен был вообще. Потому что я не работала, я такая, знаете, как мама-наседка. Мама-заботушка, да, по полной программе. Ну, да, ну, как бы я считала, что это, наверное, правильно. Ну, с учетом его графика, с учетом нагрузок и так далее. Но настал момент, когда надо было учиться самому. Во-первых, когда вы поняли, что вот этот момент настал, и как это происходило? Вы знаете, этот момент настал, когда он уехал в футбольный клуб «Рубин». А, в Казань, когда уехал. В Казань, когда уехал. Вот тогда этот момент настал. Он впервые тогда, получается, достаточно на долгий период уехал из дома, да? Это вот самый первый раз, когда он уехал из семьи. Ну, знаете, это было очень-очень тяжело. Первое... Да, это, понятно, было тяжело. Да, это вот первый раз, когда вот он уехал далеко от нас. Сколько ему было лет тогда? Ему, ну, наверное, 18-19, как-то так вот. Если у вас сейчас слезы, что же вы тогда переживали? Тогда это, знаете, это... Ну, это словами не передать. Мы плакали все. Плакали и я, и папа, и дочка, в общем, все. Ну, с другой стороны, он же вроде бы не семилетний ребенок, не двенадцать летний уже все-таки. Да, да, но вот тем не менее, как бы вот настолько... И опять-таки, локомотив для него, он с детства в локомотиве. И вот до последнего, до последнего он никак не решался. На переход в другой клуб. На переход в другой клуб, да. Ну, вот так вот, вот, к сожалению, к счастью, не могу ничего сказать. Как получилось, так получилось. Вот он уехал. Мы, конечно, были на связи 24 часа. Первое время я его будила. Там либо я, либо муж. Рифатуль, ты встал? Встал. Все, ну все, давай, пока. Пришел с тренировки. Рифатуль, как у тебя? Все нормально? Вот никак мы не могли перестроиться. Рубин очень помог ему стать самостоятельным. Вот, знаете, мы приехали как-то к нему в Казань. Зашли... Вот стирка, да, вот у него там ванна. У него кучка черных вещей, кучка белых вещей. То есть, для меня это был вообще шок. Я понимаю, что у меня ребенок не то, что стирает, а он формирует... Сортирует все это там, да. Да, рассортировал вот эти вещи. Черный с белым. Для меня это был, конечно, я такая, думаю, ничего себе. Видимо, до этого как-то постирал черный с белым и понял, что нужно сортировать. Да, наверное. Либо он звонил вам постоянно, там спрашивал, что делать, как делать. Поначалу он даже в магазин пошел. Он мне позвонил, говорит, мам, сориентируешь меня, как, чего, тут где-то что-то... Что покупать-то? Типа того, да, как мне там, а что вот мне там, какую-то там эту купить, какие-то там порошок какую купить, какой-то... Ну вот как-то вот, понимаете, он до этого, он даже не вникал вот в эти вот все житейские вот эти вот... У нас все само дома появляется, готовится, все чисто, все вкусно. Ну как-то так, да. Каким высотным в итоге он пришел, что научился делать, все научился делать по дому? Ну, он даже яичницу может приготовить. Класс! Это его фирменное блюдо? Нет, нет, не фирменное, но судя по тому, как он поначалу замороженные блинчики кушал, то как бы... В смысле? Купил блинчики, положил в морозилку, их же надо потом разморозить, там, пожарить, да, там, или как-то. Он их вытащил, они чуть-чуть и разморозились, и он говорит, мам, блины, конечно, не очень вкусные. Я говорю, а что? А вы их не пробовали готовить? Ну, типа того, да. А потом уже говорю, я говорю, сынуль, я говорю, ну их пожарить, он, мам, да? Ну вот как-то так. Его, конечно, Казань... Изменила. Да, изменила, да, изменила. В лучшую, наверное, сторону. В плане вот самостоятельности. Слышите, опять-таки, да, про самостоятельную жизнь, про вот восприятие самого себя. То смотрю, недавно как-то по весне, по лету Рифат изменил цвет волос, стал блондином. Как вы к этому отнеслись? Ой, он тут приехал как-то на дачу, и мне говорит, ма, я проспорил. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот мы поспорили, я уж не помню на что. Я говорю, на что спорили? Он говорит, что я покрашусь в белый цвет. Я говорю, да ты что? Он говорит, да, мам. Когда он покрасился, он потом все состриг на лосо. Да. Что, вам не понравилось? Вы знаете, тут даже не столько мне, сколько, наверное, он сам как бы не ожидал, что вот это вот. И он такой, мой, мам, больше никогда не буду краситься. Я говорю, ну, конечно. Вот мы сейчас затронули дачу, и я вспомнила, что Рифат Карпятник. И знаю, что именно с дачи все это началось. Он туда ездил с дедушкой, и там начал впервые рыбачить. Расскажите, пожалуйста. Да, рыбалка, конечно, для него это, конечно, это как главное хобби такое. Хоккеисты вот братики, вот они все лето проводили на даче, вот когда у них от футбола был отпуск. Дедушка их с собой брал на рыбалке. Вот эти вот удочки они смастерили, знаете, обычные. И вот с того момента у них, как вот рыбалка, это их главное такое, как хобби, очень затянуло их вот это вот увлечение. Я помню, они как-то пошли на рыбалку и поймали, ну, каких-то головастиков. Ну, я даже не знаю, как эта рыбка называется. Головастики, может, как красноперки, не знаю, что это. И они их запустили в бочку. На следующий день дедушка утром поехал в магазин, купил двух карпов и пустил в эту бочку. И когда, значит, дети проснулись, он говорит, ребята, пошлите, я вам чего покажу. Они такие прибегают, они говорят, помните, мы, говорит, вчера, говорит, поймали, вы поймали. Они такие, да, говорит, дед, помним. Он такой, говорит, опустите руку туда, посмотрите, что там. Они с ужасом туда, и там они ловят вот этих вот больших карпов. У них, конечно, ну, это они были маленькие, потом, конечно, дед все осознался, что, ну, вот, да. А на данный момент какая самая большая рыба у него? Больше 15 килограмм вот они поймали карпа. И он их отпускает, насколько я знаю. Да, да, да. Они всех рыб, которые ловят, они отпускают. Так я вам больше скажу. Они специально, вот, Рифат купил какая-то рыбная зеленка. Что это такое? Это, знаете, это вот если, не дай бог, они поранят рыбку, они ее отцепляют от этой вот, от крючка, они ранку смазывают этой зеленкой и отпускают. Боже мой. Да, вы знаете, вот это вот правда. Это чудесно. Делают перевязку, приносят извинения и потом отпускают. Вы знаете, первые вот рыбки, они даже на видео снимают, как они их отпускают. И вы знаете, даже вот этого вот карпика, который вот самый большой, они его поймали, они на видео его записали, когда они его отпускают. Вы не представляете, с каким трепетом. Они его подносят к воде, обливают, аккуратненько его опускают, и плыви, рыбка. Правда трогательно, правда. Слушайте, ну фотографии, конечно, такие шикарные. Вот он делал с этим рыбом. И сам красавчик, и рыбы такие. Кстати, вы считаете его красивым? Ну, знаете, ну, наверное, да. Ну, как сказать, ну, для каждой мамы ребенок свой самый красивый. Поэтому я думаю, что если вы этот вопрос любой маме зададите, она так ответит. А чем он похож на вас? Внешне, мне кажется, он на мужа похож, а на меня, может быть, добрый. Ну, не знаю. Может, какие-то у него есть яркие вообще качества, которые вы выделяете? А как раз доброта. Ну, вот вы знаете, да, вот он очень честный, порядочный, добрый мальчишка. Серьезно. Я это говорю не как мама. Ну, мне кажется, и к нему относятся так же. То есть слабо его ни капельки не испортило? Мне кажется, нет. Потому что его попроси о чем-то, он первый придет на помощь. Здорово. Мама знает все на Авторадио. Мама знает все. Очень точное название для нашей программы, которая теперь выходит на Авторадио под патронажем Российского футбольного союза РФС и Газпромбанка. Мамы чемпионов рассказывают о том, как вместе со своими детьми шли к вершинам спортивного Олимпа. Через все трудности, сквозь неизбежные слезы, с непостоянными успехами и непокидающими сомнениями. Луиза Жамалединова. Мама футболиста Рефата Жамалединова по-прежнему на студии. Это замечательно. Между прочим, имя Рефат, согласно одному из источников, означает «человек, занимающий высокое положение». Высокостоящий, да. Да? Правильно? У вас такие же данные? Да, мне тоже так же. Вы специально такое имя ребенку подбирали? Нет, у нас было совсем немножко по-другому. У мужа был на тот момент друг, такой очень близкий. Его звали Рефат. Как-то вот он говорит, а давай, говорит, сына назовем Рефатом. Я говорю, ну мне, если честно, в тот момент мне не очень нравилось это имя. И, знаете, так получилось, что я первое время, я Рефата и даже не могла. Я всегда говорила, там, маленький мой, там, маленький. Сынули там, да. Сынуличка. Я Рефатом его как-то не называла. А теперь я думаю, что он родился, вот мне кажется, с этим именем. Вот прямо его. Не знаю почему. Но получилось так, что вообще вся жизнь семьи стала крутиться вокруг человека, занимающего высокое положение в знаменитой футбольной команде, да? Ведь получилось, что, в принципе, и папа, и вы, и, соответственно, дочка, все стало крутиться вокруг Рефата. Или нет? Или все-таки удалось вам настроить так жизнь семье, чтобы не все зависело от футбола и от сына? Не то, что мы все вокруг Рефата крутимся. Нет. Мне просто как-то, знаете что, мне кажется, что он что-то недополучил в детстве. Вот мне почему-то так. Вот как маме. Потому что, может быть, не то, что там детства не было. Не, ни в коем случае. Детство-то как раз-таки и было. Это не значит, что они занимаются футболом, и нет детства. Нет. Просто вот, мне кажется, вот рано встают, поздно приходят, постоянно на тренировки, там сколько-то. У меня, знаете, у меня даже дочка, когда даже маленькая была, я им, например, яблоко порежу, вот пополам. Я говорю, Алинка, я говорю, отнеси. Я говорю, вот одну себе возьми, одну, я говорю, половинку Рефату отнеси. И вот она идет и смотрит, какая половинка больше. Вот какая больше, она ему отнесет. Я говорю, Алина, я говорю, а почему? Она говорит, ну, мам, ну, потому что, говорит, я-то, говорит, дома постоянно. Говорит, ты мне еще яблоко дашь. А Рефату, говорит, может, он, говорит, вот эту яблочко он съест, говорит, а потом, говорит, он уедет на тренировки или там на сборы. У него, говорит, не будет яблок. Я говорю, Алина, я говорю, ну, ты чего? Расскажите вообще про дочку. Про дочку? Вы знаете, ну, вот у них с Рефатом вообще какая-то вот нереальная связь с детства. Вот не было такого. Нет, ну, было, конечно, что они там где-то и подрались там или там еще что-то. Было такое даже, что Рефат, когда приходил с тренировки, у него дома всегда мяч был. Он всегда с этим мячом. А Алинка маленькая, он закрывал межкомнатные двери, ставил ее в проем и говорит, Алин, давай, ты вратарь. Повезло. Да, девочки. Он ей на руки одевал тапки и говорит, давай, ты стой, говорит, в воротах, и я тебя буду пробивать. У нас даже один был такой момент, что мы хотели ее в женский футбол отдать, потому что она, я вам реально говорю, она правда такая, она с характером такая девчонка. То есть ей нравилось ставить на воротах? Ей нравилось, да. Давайте пообщаемся с самой Алиной. Да, здравствуйте. Алина, вот подскажите, брат спортсмен, папа спортсмен, как у вас со спортом? Со спортом вроде бы все нормально, люблю заниматься спортом, а так с первого класса занимаюсь танцами грузинскими. А скажите, какой реват вне футбола? Он хороший брат, хороший сын и человек. Мы с ним любим просто выиграть там в какие-нибудь компьютерные игры. Он меня с самого детства приучил к этому, вот. Мы с ним любители всего этого. Но так, чтобы какой-то там сказать, что он сорвиголова, нет, конечно. А вот у нас есть информация, что помимо того, что он вас привлекал к компьютерным играм, он вас еще ставил на ворота? Ну, мы чаще всего играли после ужина, вот, немного отдохнули, чтобы еда улеглась, вот. И потом выходили в коридор, закрывали двери из комнат, ну, от комнат. Вот, это родительская спальня наша. Вот. Я брала свои счастливые тапочки, надевала их на ноги и на руки и вставала на ворота. Он брал мячик и пробивал. А он вас вообще учил, ну, то есть, как отбивать? Или просто вставай, там разберешься, надевай самые главные тапочки, чтобы руки не отбить? Ну, конечно. Мне кажется, никто не задумывается об этом, как правильно стоять на воротах. Ему нужен был какой-никакой вратарь? Конечно. И вы никакого сопротивления не оказывали? Нет, а мне это нравилось. Ну, никаких травм не было? Только вот зуб выбитый. Ну, я так же стояла на воротах, вот, и не рассчитала, куда руки поставить, и мне пришло это, ну, ниже, скажем так, лица. Так. Вот. И попал мне в зуб. Он так очень сильно испугался, но без слез вроде бы было. Вот только на руке остался один зуб. Я сама не поняла, как он попал мне даже на руку. Вот. И сейчас мы вспоминаем это все с улыбкой. Такой настоящий боевой товарищ, такая настоящая сестра. Нюня не распустила, просто зуб сплюнула, как настоящий футболист. И тренировка продолжилась, или как? Или срочно на помощь пришла мама? Нет, конечно же, помощь последовала от мамы. Вот. Но потом мы с ним продолжили, там, минут через 10, свою тренировку. И до какого возраста вы потом мечтали стать вратарем? Ну, не знаю. Ну, наверное, до, вот, как раз, первого класса. Потом я как раз-таки пошла заниматься танцами. А сам Рифат напугался? Он вообще за вас переживает, пугается? Конечно, конечно. А в других каких... Мы друг другу опора. А в каких-то других ситуациях, я не знаю, куда-то вас поехать встретить, забрать, проводить, не пустить? Да, он на первом месте всегда. Вот. Вот очень переживаем друг за другом. А еще какие-то моменты, когда вот вы точно поняли, что он о вас заботится? Ну, эту заботу я ощущала еще с самого детства. Нам родители рассказывали то, что когда я совсем грудничком была, я плакала, а в этот момент он пил сок. И чтобы я прекратила плакать, он мне сок с трубочкой вот это засунул в рот. И тем самым плохой у меня. У вас очень близко. Поэтому с его заботой я с самого детства ощущала. А знаете, а вот еще интересно, какой-то момент ваших совместных поездок куда-то, каких-то ваших приключений, путешествий. Куда вы в последний раз вместе ездили? Отдыхать мы? В последний раз этой зимой. В Дубай. Ну и как? Вы там пели песню «Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае». Нет, ну вот из «Веселого» мы ходили на концерт Джонни, возможно, знаете такого исполнителя. Очень хорошо его знаем, да. Это один из наших любимых русскоязычных исполнителей. И мы сходили на концерт. А вот в эту поездку вы ездили в компанию или вдвоем ездили? Там к нам еще у нас с нами были Антон со своей девушкой, Миранчук. Вот, потом Саслан Жанаев. Там компания собралась, в общем, уже? Ну да. А вы вхожи в эту компанию вот именно как сестра Арифата? Да, конечно. Нравится вам взаимоотношение внутри сообщества этих ребят? Да, конечно. Очень хорошие ребята, очень добрые, позитивные, хорошо ко всем относятся и между собой очень такие улыбчивые, разговорчивые. Правда, говоришь, что они там все на компьютерных играх с ума посходили и рубятся там и чемпионаты между собой устраивают? Да, конечно. На карантине у них там целые турниры были. Кто самый крутой? Мой брат, конечно. Ну, нашли у кого спросить, даже если бы это было не так, наверное. Ну, нет, я хочу также отметить Смолова, он там тоже престижный игрок. А во что они играют-то? В какую игру конкретно? В Counter-Strike, CSGO. Молодцы. Катрин, ты играла в эту игру? Нет, сын играл. Ну, вот вижу, уже посвященные людям. И еще один, наверное, может быть, чуть провокационный вопрос. Вы к маме никогда не ревновали его в детстве, что, мол, все внимание к нему, что постоянно она с ним, что там тренировки, переживания все вокруг футбола? Нет, конечно, нет, никогда такого не было. Как я всегда вместе с Смоловой, всегда везде ездила, меня после садика выбрали, мы с мамой ехали за ним на тренировку. Нет, такого никогда не было. С другой стороны, в вашей маме любви и внимания, мне кажется, хватит на всех, а уж тем более для своих самых родных, самых любимых детей. Алина, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Мама знает все. Вот я опять к маме. Луиза, а кто окружает Рефата в жизни? Друзья, это только футболисты или есть люди вообще не связанные с этим видом спорта? У Рефата есть двоюродные братья, трое, два мальчика-близнецы. Это от моей сестры и от мужа сестры двоюродный братик. И вы знаете, они все одного возраста с Рефатом. Там плюс-минус, там буквально три-четыре месяца. И вот, наверное, я скажу, что это главные друзья его, вот так вот. А так вот, если... И они к спорту не имеют никакого отношения, если они не футболисты? Вот, один мальчишечка не имеется, а вот близнецы, они хоккеисты. Понятно, понятно, это тоже, тоже бравые ребята. Ну да, вот. Поэтому вот, как бы, он, скорее всего, с ними вот так вот делится какими-то такими своими. И вот у него, ну, вы, наверное, знаете, Дима Баринов, это его вот друг, который они вот с юношества, они вместе. Бывает так, что родителям не нравится или не очень нравится, или вызывают какие-то сомнения компания, или отдельные там мальчики-девочки, с которыми у ребенка складываются дружеские отношения. Вот как в этом смысле было у Рефата? Или не приходилось здесь вам беспокоиться? К счастью или, к сожалению, не знаю. Но вот не было вот таких вот у меня, вот, чтобы я кому-то, чтобы я Рефату запрещала с кем-то общаться, потому что таких вот ребят не было, если честно. Они же с детства учились в школе при, вот, при интернате, вот, локомотивской школе. Там все ребята были с командой, поэтому, как бы, нет, нет. Все известные, все на виду, все всегда под контролем. Да, мы с родителями всегда вот вместе на связи, всех ребяток знаем с детства. Такого не а. Согласно афоризму, чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. О том, как проходит этот сложнейший процесс становления «Мама знает все». Мы продолжаем нашу программу. Это совместный проект Российского футбольного союза, «Газпромбанка» и «Авторадио». В студии мама Рефата Жамалединова, игрока сборной России и футбольного клуба «Локомотив», победителя юношеского чемпионата Европы Ю-17 Луиза Жамалединова. Луиза, а как часто вы бываете непосредственно на трибунах, когда играет ваш сын? Да, каждую игру. Каждую игру? Вообще не пропускали? Вообще никогда. Ни одного пропуска? Нет. Чудесно. Никогда. А я тут хотела спросить, а где спокойнее болеть, у телевизора или на стадионе? Нет. А то есть вы у телевизора я ухожу в другую комнату, я немножко не совладаю с собой. Особенно, если, знаете, когда, если особенно пенальти, я не смотрю вообще нервы. Что происходит тогда на стадионе? На стадионе я каждую домашнюю игру я, конечно, вот не я, а мы. Всей семьей, да. Всей семьей. Мы на стадионе, мы болеем, мы приезжаем заранее, мы смотрим его разминку, мы болеем за локомотив. Вообще мы очень верующие люди. Да, и мы, конечно, очень вот просим Господа Бога, чтобы все было хорошо, без травм, самое главное, чтобы команда была, и команда, и ребенок. Вот, ну и, конечно, победы. Ждем победы. Так, кричите, свистите. Ой, знаете, мне даже и кажется, я себя ловлю на мысль, думаю, какой же у меня противный голос, наверное, на стадионе, честное слово. Я забываю от того, что у меня я пищу, пищу, вот это вот. И я потом понимаю, что я не дома. Я сразу как-то, да, вот это есть. А какие эмоции вы испытали, когда Рефата вызвали в сборную? Вообще вы, вся ваша семья, какие эмоции испытала Рефата? Давайте вернемся в этот день. Как все было? Мы с Рефатом ехали в машине. Мы с ним. И вот Рефат, смотрю, ему, видимо, СМС пришла о том, что его вызвали первый раз в сборную. И я смотрю, что он прочитал, и я же вижу, что что-то не то. Он замолчал, и, наверное, минут 10 мы ехали молча. Я говорю, Рефат, я говорю, все в порядке? И он такой, мам, и тишина. Я говорю, Рефат, я говорю, ты меня пугаешь. Он говорит, ты не поверишь. Я говорю, что случилось? Он говорит, меня вызвали в национальную сборную. Знаете, это, это вот, это что-то было вообще невероятное. Да, у меня даже сейчас мурашки похожи. Вы знаете, я просто была в таком вообще шоке, что я крикнула, боже, я говорю, какая, просто вообще эмоции зашкаливали эмоции. Я тут же позвонила мужу, он там вообще кричал телефон, наверное, думаю, рады были вообще до смерти. Я его стала сломать сразу, ну, прыгали все. Это трогательно для родителей, я уже не представляю, как это, какая-то ответственность для самого игрока, понимаете? То есть, это до такой степени, что, ну, ну, да. После прошлого года в матче Лиги чемпионов с Атлетикой Рефат получил травму. Повредил мышцы бедра. Вы видели этот момент? Да. Что тогда с вами происходило? Знаете, любая травма, даже не только та, а вот вообще любая травма, это, конечно же, боль. Ну, вот возможно выработать какой-то иммунитет и вот не воспринимать близко к сердцу любой такой, какой-то момент опасный на поле? Нет. Знаете, я думала, что со временем, со временем, я бы проще как-то к этому относиться. Нет, знаете, не получается никак. Не получается. Даже когда там по ноге ударили, знаете, такое ощущение, как будто тебя по ноге ударили. Вот, знаете, и думаешь, господи, лучше пусть меня ударят там по ноге, чем вот ребенка, да, но я понимаю, что они взрослые люди. Я понимаю... Да, метр восемьдесят сколько? Метр восемьдесят. Можешь мучать, да. Да, лучше меня. Ну, понимаете, ну, я даже не могу объяснить. А с тренером Ерифата вам приходилось общаться? Да. Просто у нас сейчас есть замечательная возможность привлечь к нашей беседе Юрия Павловича Семина. Ой, да только я с Юрием Павловичем я не общалась. Да, я не общалась. Юрий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, мы рады вас слышать. Сегодня... Я тоже вас. Сегодня у нас в гостях мама Ерифата Жемалединова, Луиза, игрока, который закрепился в основе лога благодаря вашему таланту давать дорогу молодым. Здравствуйте, Юрий Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать. О, взаимно. Вы знаете, как она волнуется, Юрий Павлович? Она вас боится, как выяснилось. Чего она волнуется? Не знаю, такой вы внушаете какой-то страх на расстоянии мамам футболистам. Это просто уважение очень огромное. У нее такой сын замечательный. Чего ей волноваться? Спасибо, спасибо большое. Супер. Спасибо. Рифат хороший парень. Во-первых, хорошего воспитания. Вы воспитали настоящего мужчину, человека. Спасибо. И хороший футболист. Скажите, пожалуйста, на что способен Рифат? Что вот вам в нем приглянулось? Ведь именно при вас он стал регулярно играть в основе. Ну, я думаю, здесь мама приложила много очень труда для того, чтобы он хорошо играл. А, во-первых, она его контролирует всегда. Во-вторых, он ее очень любит. Наверное, она дает ему какие-то наставления для того, чтобы он прогрессировал. Поэтому это только взаимная удача, можно сказать. Ну, и мы помогали тоже самое, чтобы он лучше становился. Можем ли мы в следующем году ожидать его появления в составе сборной? Как вы считаете? Ну, во-первых, он уже был в национальной сборной и привлекался очень часто. И я думаю, конечно, эти задачи он должен себе поставить. Мама потребовательная к нему должна поменьше ему на обед, на ужин бумаг давать. Побольше постного и все пойдет дело. Обязательно. Напоследок, что бы вы могли посоветовать маме, которая до сих пор очень переживает за каждый матч Рефата? И вообще, что бы вы могли посоветовать всем мамам футболистов, за которыми следит вся страна? Ну, наверное, терпение. Все-таки у футболиста сложная профессия. Футболист выиграл выиграл игру, все будут говорить, ох, какой хороший футболист, такая мама хорошая. Как проиграешь, все плохие будут. Поэтому терпение основное, основное терпение, ну, и, я думаю, побольше позитивного, у нее очень хороший сын. замечательный парень. Юрий Павлович, он к вам испытывает абсолютно искреннее чувство благодарности. Это видно, он постоянно в социальных сетях и в интервью говорит, в социальных сетях выкладывает различные посты по поводу того, что, как вы оказали ему доверие, как помогли ему вырасти, в принципе, как футболисту. Это абсолютно искренне, я думаю, Луис бы твердит. Да, конечно, конечно. Пусть продолжает побольше. Трудится, и все пойдет, все будет хорошо. Юрий Павлович, спасибо большое, что вышли с нами на связь. Легендарный тренер был у нас в эфире. Спасибо большое, Юрий Павлович. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Луиза, я сейчас за вами наблюдала, вот когда вы слушали слова Юрия Павловича Семина, самого Юрия Павловича, да, ну, конечно, тут вот все, на вашем лице все эмоции, тут и гордость, и удовольствие, это умение сопереживать всем сердцем, но оставаться в тени, то есть мама понимает, чего стоят такие слова, от такого тренера. Правда, это правда. Мама знает все. Увы, на этом наша программа заканчивается. Луиза, спасибо вам огромное. Спасибо большое. За вашу искренность, за вашу открытость, за вот ваше умение открыть какие-то с какой-то такой непосредственностью такие теплые моменты из семьи и вообще и какие-то вообще даже сердечные какие-то секреты. Спасибо вам большое. Спасибо большое. В студии с вами была Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Аудиоверсия программы «Мама знает все» доступна на сайте Авторадио, а также на всех подкаст-платформах. Всем удачи, а мамам спортсменов терпение. Самые близкие и важные в жизни люди мамы помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все.